Общественной палате Карачао-Черкесии обсудили готовность сферы ЖКХ республики к работе в осенне-зимний период. В течение всего подготовительного периода комиссия общественной палаты мониторила ситуацию. Какие выводы сделаны, расскажет Мураджан Кезов. Комиссия по экологии, строительству ЖКХ и дорогам общественной палаты мониторила ситуацию в течение всего подготовительного периода. Члены комиссии отметили, что проведенная работа органами исполнительной власти, ресурсоснабжающими организациями и предприятиями ЖКХ дала определенные положительные результаты. В этом году у нас похолодало рано. Прям необычный был холодный сентябрь и начало октября. Спасибо большое, что отопительный сезон начался раньше в детских образовательных учреждениях и медицинских учреждениях, что об этом позаботилась исполнительная власть. На это обратили внимание. Запланированные мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса республики завершены в полном объеме. Всем теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности. Отопительный сезон начат повсеместно с 27 сентября и существенных сбоев подачи тепла отмечено не было. Хотел бы отметить с положительной стороны у нас по информации, по той работе, которую провели по районам. Неплохие результаты у нас по подготовке зимы Рубский район, неплохие результаты Ужиутинский район. Ну совсем уж, да, в городе Черкесске, столице нашей республики, основной объем жилищного фонда, все мы понимаем. Ну здесь работает 20 управляющих организаций, об этом я же говорил. Здесь в основном жалобы отсюда идут. Представители управляющих компаний отчитались о подготовке к осенне-зимнему периоду. Работа идет полным ходом, без нарушений. Жалобы и вопросы стараются решать по мере поступления. Идет активная работа с населением. Проводятся однозначно меры по подготовке, потому что без них, конечно, мы провалим отопительный сезон. Делаются и промывка, и опрессовка, при том присутствии энергоснабжающих предприятий, которые где-то есть у нас и видеосъемки они проводят, и фото, видео, и все остальное. Готовятся паспорта и как бы стараемся вовремя. Я считаю, что необходимо, естественно, взаимодействие, необходимо повышать уровень обслуживания домов и поставку, конечно, теплоносителя нормировано. Но у нас происходит это, мы стараемся, во всяком случае, соблюдать все нормы. Разрабатываются у нас температурные графики работы котельных, которые, естественно, соблюдаются, и мы не можем там нарушать их. Поэтому я считаю, что работа в целом, если сказать о ресурсоснабжающей организации и управляющих компаниях, работа в целом ведется. Члены общественной палаты выступили с инициативой создать в республике ассоциацию управляющих компаний, для того, чтобы создать качественную конкурентную среду в отрасли управления домами. Мурат Ченгёсов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкисия.